Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернат-телевидения Занятие у нас сегодня семинарское, посвященное учению о понятии Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук Я думаю, что мы начнем сегодня с разбора тех работ, которые пришли в систему дистанционного обучения И надо сказать, что вообще в первый раз за те годы обучения, которые я проверяю работы Я хочу отметить, что практически все работы очень высокого качества То есть, во-первых, товарищи видно, что понимают, что пишут Во-вторых, текст связанный И в-третьих, он правильный То есть, ответы на вопросы в этот раз очень хорошие И все те замечания, которые я буду делать сейчас Они, в общем-то, носят такой рекомендательный характер Никаких серьезных таких уж ошибок Которые бы перечеркивали ту или иную работу Я не нашел Давайте сначала я зачитаю Да, всего работ пришло порядка 60 штук Я все проверил Давайте я сначала зачитаю, кто получил зачет Кто получил зачет с замечанием Надо еще раз отметить, что зачет с замечанием Это не то, что какая-то серьезная ошибка Просто какие-то комментарии, которые я постараюсь дать к вашей работе сегодня Так, зачеты с замечанием получают Никита Ирикович Абсалямов Сергей Германович Алексеев Елена Игоревна Орламова Владимир Иванович Демочкин Сергей Николаевич Ельсуков Эдуард Иванович Казаков Артем Александрович Карапетян Александр Кондрусев Виктор Владимирович Кунин Павел Попов Сергей Соколов Юлия Павловна Сухарева Юрий Иванович Ткачук Александр Александрович Шефер Дальше идут зачеты Дмитрий Валерьевич Азанов Леонид Акуленко Или Акуленко, не знаю Виталий Геннадьевич Александров Татьяна Павловна Аферкина Геннадий Анатольевич Бабенко Сергей Владимирович Беляев Сергей Белянов Олег Владимирович Берг Екатерина Владимировна Богатырева Иван Иванович Васильев Сергей Викторович Воробьев Александр Николаевич Вшивцев Юрий Викторович Гореликов Дмитрий Юрьевич Гулемин Владимир Владимирович Дергунов Иван Ивайло Дмитров Ирина Николаевна Ярастова Владимир Зимин Владимир Иван Андреевич Дмитрий Владимирович Ильяных Ренат Алмасович Имаддинов Роман Валерьевич Кирьянов Сергей Викторович Кожухов Алексей Александрович Копытков Алексей Владимирович Крышининников Роман Александрович Крычигин Дмитрий Сергеевич Ломовский Наталья Николаевна Левина Александр Лисов Ирина Сергеевна Литвинцева Александр Васильевич Лукавенков Дмитрий Александрович Мамонтов Юрий Георгиевич Маневский Стелла Мордовина Анатолий Никитин Денис Петров Андрей Анатольевич Посысоев Иван Васильевич Репин Андрей Андреевич Садовский Павел Юрьевич Сладков Вячеслав Сергеевич Стешинцев Александр Александрович Токарев Даниил Рафаилович Фазизов Сергей Александрович Фролов Татьяна Александровна Чикинова Александр Петрович Шуравин Кирилл Владимирович Щербаков Антон Вячеславович Яковлев И Алексей Владимирович Янышев Так, это все те товарищи, которые получили зачет или зачет с замечаниями Теперь давайте перейдем непосредственно к содержанию Ответов некоторых товарищей Никита Ирикович Абсалямов Пишет об идее истины и говорит Идея есть истина, ибо истина состоит в том, что объективность соответствует понятию Но и все действительное, поскольку оно есть нечто истинное Есть идея Непонятно, почему вы действительное отождествляете с идеей в данном случае Идея Это мысль, отвечающая на вопрос, что делать И идея связана в том числе с целеполаганием Поэтому, каким образом вы сюда пытаетесь пристегнуть категорию действительного То есть категорию сферы сущности Понять достаточно сложно Идем дальше Сергей Германович Алексеев Понятие, как снятое бытие, через которое просвечивает сущность Учение о сущности в снятом виде Это учение о понятии Пишет Сергей Германович Так можно сказать Но это выражение Такое ощущение, что вы изучаете не сущность и понятия как таковые А именно учение о сущности и учение о понятии вас беспокоят больше всего Поэтому здесь лучше говорить, что сущность в снятом виде Можно говорить, что это понятие Или понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность То есть здесь говорить об учении лишнее Татьяна Павловна Охеркина Отвечает на вопрос номер 3 И говорит Наука логики построена так Что каждая следующая идея Включает в себя предыдущие понятия Поэтому она все время усложняется Вы выдернули из категорий науки логики Такие категории, как идея и понятия И почему-то говорите, что каждая следующая идея Включает в себя предыдущие понятия Совершенно непонятно, почему так происходит Правильным было бы утверждение, что Каждая следующая категория Снимает предыдущую категорию Но и тем самым удерживает ее А никак нельзя говорить, что каждая следующая идея Что за следующая идея Включает в себя предыдущие понятия Понятие – это целый раздел И понятие – это такая же категория Как и другие категории науки логики Поэтому она все время усложняется Кто она? Идея усложняется Усложнения идей в науке логики не происходят Так, идем дальше Сергей Белянов Вот товарищ отвечает на вопрос номер один Также о понятии, как снятом бытии Через которое просвечивает сущность И тоже говорит Сфера сущности является снятием всей сферы бытия То есть речь идет о каких-то сферах Которые снимают друг друга Непонятно, о чем вы здесь хотите сказать И что вы рассматриваете Что за сфера такая? И это встречалось у других товарищей И это режет слух То есть нельзя сказать, что это совсем неправильно Но это такая разговорная речь Неотточенная, я бы сказал Владимир Иванович Демочкин Вопрос номер семь Абсолютная идея Пишет товарищ Единство, отражение мира и его преобразование Ну Это в целом правильно Но Это естественно Единство, не просто отражение мира и его преобразования А идеи, отражение мира Это идеи истины И идеи его преобразования Идеи блага То есть это Единство Двух идей И мы получаем тогда абсолютную идею А у вас как бы Идеи выпали отсюда То есть абсолютная идея Это получается просто Отражение мира Кто-то его отражает И преобразование мира Или что это? Отражение мира Само по себе происходит И преобразование Само по себе происходит Нет Здесь речь идет именно об идее То есть о целеполагании И указании Такого действия Которое отвечает на вопрос Что делать? Сергей Николаевич Ельсуков Вопрос номер один Товарищ пишет Понятие Как снятое бытие Через которое Просвечивает сущность То, что выступает на поверхности Не сущность На какой поверхности? На поверхности чего? Но раз это в сфере сущности То эта сама сущность Выступает как Кажемость Или видимость Самой сущности Вы тут вроде говорили Про Поверхность Сущности По всей видимости И как-то на поверхности Сущности Вы пытаетесь Различить понятие Так вот, понятие появляется, когда действительно на поверхности сущности начинает просвечивать бытие. Оно начинает просвечивать через такие категории, как действительная и субстанция. И тогда можно говорить, что дальше происходит переход к понятию, то есть к бытию, через которое просвечивает сущность. А потом вы сразу же возвращаетесь куда-то в самое-самое начало сферы сущности, то есть в самое начало учения о сущности. Вы говорите, что сама сущность выступает как кажимость или видимость самой сущности, но видимость – это категория самого начала учения о сущности. Это третья категория фактически. Сущность, существенная, несущественная и видимость. Вот это последовательность категории и видимость выступают в сущности. Видимость к понятию никакого отношения не имеет. Владимир Зимин. Идея истины. Идея познания, теоретическая идея – это идея по возможности наиболее правильного отражения мира. Что значит «по возможности наиболее правильного»? Во-первых, мы пытаемся отразить мир неправильно, а истинно. То есть, вообще говоря, когда мы познаем мир, мы должны понимать, что мир противоречив, то есть содержит в себе противоречия, а следовательно, он должен быть отражен не правильно, как вы здесь пишете, а истинно. Именно истинно, потому что правильность – это одна сторона истины, которая сама по себе является противоречивой. Поэтому идея – просто отражение мира. И, естественно, это отражение мира должно быть истинным в том смысле, что объект должен соответствовать понятию. И отражать, естественно, все противоречия. Понятие должно выражать все противоречия в этом объекте. Идем дальше. Эдуард Иванович Казаков. Товарищ отвечает на три вопроса. И вот пятый вопрос, на который он дает ответ. Истина – единство противоположностей, единство субъективного и объективного и абстрактного. Относительной истины Гегель считает достоверное знание о предметных формах бытия и идеи. Значит, пятый вопрос. Вам нужно было раскрыть, что такое идея истины, а не что такое истина. И истина – это вот то выражение, которое вы здесь приводите, это рассуждение об истине. Действительно, истина – единство противоположностей. Можно так говорить, что поскольку истина, она отражает, как я уже сказал, предмет, то есть отражает в понятиях окружающий мир. Окружающий мир противоречив, следовательно, в понятии мы находим противоречие. А так как противоречие – это единственная борьба противоположностей, можно говорить, что истина – это тоже, в ней тоже будет отражено единство противоположностей, как у вас здесь написано. Но дальше вы пишете – единство субъективного и объективного и абстрактного. Что такое абстрактное в истине? Абстрактное – это как раз одностороннее. Вот правильность – она всегда абстрактна. А в противоположность абстрактному есть категория конкретного. И мы всегда используем конкретность. То есть истина должна быть конкретна, а не абстрактна. Ну а дальше вы говорите, что Гегель считает достоверное знание о предметных формах бытия идеи. Что это значит? Достоверное знание – это знание, которое верифицировано просто. То есть проверено. Вопрос номер семь. Абсолютная идея есть чистое мышление, объективно существующее в мире, как субъект и объект одновременно, как безусловная и конкретная всеобщность, как мировой разум. Ну вы здесь вот как раз, я не знаю, может быть вы это взяли непосредственно в науке логики Гегеля где-то нашли, но здесь это то, что вы нам предлагаете, это какой-то такой объективный идеализм. То есть есть какой-то мировой разум, есть чистое мышление, просто чистое мышление, как вещь в себе, надо понимать. И это чистое мышление объективно существует в мире. То есть вы абсолютизируете в этом предложении чистое мышление, ну и потом связываете его с неким мировым разумом. Это объективный идеализм, который вообще говоря, ну эквивалентен, например, идее Бога. То есть вы можете чистое мышление заменить на Бога, у вас ничего не изменится. Можете на дух заменить, тоже ничего не изменится в вашем предложении. Абсолютная идея – это идея единства, идеи истины и идеи блага. И именно в этом единстве, поскольку мы здесь говорим о идее, то есть мысли, отвечающие на вопрос, что делать, у нас до этого мы изучали объективную логику, и там мы как раз изучали непосредственно материальный мир. А теперь мы изучаем субъективную логику, у нас появился субъект, то есть человек. И этот человек обладает идеей понять мир и преобразовать его. И когда мы получаем единство этих двух идей, осознание, понятие мира и его преобразование, мы приходим к абсолютной идее. Но эта абсолютная идея не висит так в воздухе, она именно связана с материальной деятельностью, с деятельностью человека по преобразованию этого мира. То есть все, что мы говорим, когда мы говорим об идеях, об абсолютных идеях, мы не имеем в виду абсолют некий. Мы имеем в виду, что есть человек, и этот человек реализует свое целеполагание в какой-то форме. И это целеполагание заключается в том, что он познает мир, отражает его в понятиях, и потом преобразует этот самый мир, приводя этот мир к понятию. Так что вот здесь, к сожалению, вы попали не туда и запутались в таком объективном идеализме. Хотя это неудивительно, потому что, в общем-то, Гегель сам является объективным идеалистом, и рассуждения о мировом разуме и чистом мышлении, я думаю, что у него много где можно встретить. Артем Александрович Карапетян отвечает на три вопроса. Первый вопрос. И говорит, что понятие, суждение, которое изображает данную категорию, как бытие, через которое просвечивает сущность. Или проще, понятие, снятая сущность. Можно говорить, что понятие, снятая сущность, но понятие – это не суждение. Понятие не тождецное суждению. Суждение – это категория сферы понятия. Оно имеет некий вид. Например, единичное есть всеобщее. Или наоборот, всеобщее есть единичное. Различные высказывания и являются суждением. Они относятся к понятиям, но понятие не сводится к суждениям только. И что значит суждение, которое изображает данную категорию, как бытие? Какую категорию? То есть суждение выражает категорию понятия, как бытие. У вас тут все смешалось и перевернулось с ног на голову. Понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность. И когда мы начинаем это бытие рассматривать в соответствии с мастерилистическим подходом, мы сначала говорим об объективной, об объективном, об объективности. Потом мы переходим к телеологии. Там появляется субъект и его цель. И вот тут-то как раз в приложении к субъекту и цели имеет смысл рассмотреть субъективное уже. Потому что это субъективное как раз относится к данному субъекту, до которого мы дошли. Ну и дальше мы приходим к вопросу об идее. И в этом смысле, конечно, ваше утверждение о том, что понятие – это суждение, оно неправильное. Второй вопрос. Понятие любого предмета включает в себя три взаимосвязанных определения. Всеобщее, особенное и единичное. Вы тут вот эту категорию определения зря взяли. Потому что вообще говоря, можно говорить о трех категориях. О всеобщем, особенным и единичном, которые являются моментами понятия. И каждый из которых является понятием как таковым. Потому что нету никакого всеобщего только как единичного. Единичного нет как особенного. Особенного только может быть взято как всеобщее. И поэтому это моменты одного понятия. Но вы говорите здесь об определении почему-то. Определение – это категория учения бытия, об обытии. И здесь, конечно, правильным было бы остановиться на том, что какое соотношение имеет определение и понятие. Ведь вроде как мы в речи используем, мы можем сказать, определение человека и понятие человека. И вроде кажется, что это в принципе одно и то же. Но на самом деле в этих двух категориях заключается большая разница. Например, если мы говорим об определении человека. Что такое определение? Определение – это качество, которое есть в себе в простом нечто. И существо находится в единстве с другим моментом этого нечто – с нем бытием. То есть это качество, которое сохраняется во всех изменениях данного нечто и активно противостоит переходу данного нечто в иное. Вот что такое определение. И можно говорить, что человек – это мыслящий разум. То есть вот качество, которое присуще человеку, которое является его определенностью – это разум. И наличие этого разума отличает человека от любого другого организма. И это можно говорить, что это определение. Но если мы говорим об понятии, нам нужно брать такое бытие человека, через которое просвечивает его сущность. Вот когда мы говорим, что человек – это мыслящий разум, никакой сущности здесь нет. Никак сущность вообще не появляется. Это просто некое качество, которое мы взяли и рассмотрели, которое действительно, как нетрудно доказать, сохраняется во всех изменениях и противостоит переходу в иное. А раз так, то когда мы говорим о понятии человека, нам необходимо говорить о сущности человека. Сущность человека заключается в общественных отношениях. То есть человек удовлетворяет своей сущности, когда он реализует себя в общественных отношениях. Поэтому, когда мы говорим о понятии человека, то есть то бытие, через которое просвечивает сущность, можно говорить так. И это уже будет как раз понятие. Человек – это животное, говорящее, разумное, трудящееся, общественное. Вот когда мы указали эти определенности человека, то в этих определенностях просвечивает его сущность. Сущность, которая заключается в общественных отношениях. То есть общественные отношения, они же не просто висят так в воздухе. Для того, чтобы в эти общественные отношения вступать, человек должен производить. Он должен производить что-то. Когда мы встречаемся на улице, болтаем, и в метро говорим «здрасте» друг другу, в принципе, мы в этом смысле не реализуем себя как общественные существа. Общественная сущность человека реализуется именно в производстве, в совместном производстве. То есть когда люди участвуют в производстве чего-то совместного, в это тогда они реализуют свою сущность общественную. Для того, чтобы участвовать в производстве, человеку нужно быть животным общественным, нужно трудиться, потому что если вы участвуете в каком-то производстве, то есть в каком-то общем деле, то вам необходимо трудиться. Дальше для того, чтобы участвовать в общем деле, вам нужно друг с другом как-то коммуницировать, поэтому вам нужно разговаривать, говорить. И вот эти все моменты, которые я перечислил, они включают в себя раскрытие сущности человека. Вот. Возвращаясь к вашему ответу, нельзя говорить, что включают в себя три взаимосвязных определения. Здесь речь не идет не о определениях, а о категориях или моментах. Вопрос номер семь. Вы тут свалились на позицию объективного идеализма. У вас появился какой-то мировой дух, обладающий самосознанием и способностью творить. Опять же, еще раз повторяю, здесь вы можете заменить на бог, который абсолютен, обладает самосознанием и способностью творить. Ничего не изменится в вашем утверждении. И дальше. Единственная существующая подлинная реальность. Возвращаемся к тому, что когда мы пытаемся выразить какую-то категорию, нам нужно понимать те слова, которые мы используем. Что такое подлинная реальность? Реальность – это категория из самого начала учения о бытии. То есть, когда мы рассматриваем определенность, мы ее берем как качество, то есть определенность берем изолированно. И потом это качество предстает для нас как реальность, как бытие непосредственно и как отрицание, которое тоже становится наличным бытием. Поэтому реальность – это просто одна из форм выражения качества. Этот человек не дурак. То, что он не дурак – это реальность. Этот человек умен. То, что он умен – это реальность. То, что он не дурак – это отрицание. То есть, когда мы говорим о реальности, это категория, которая парная к категории отрицания. А у вас возникает тут некая подлинная реальность. Что такое подлинная реальность? Сказать достаточно затруднительно. Так. Идем дальше. Александр Кондрусев. Понятие в объективном смысле – это такое понимание бытия, в котором есть сущность. Такое бытие с отрицанием самого этого бытия. То есть, такое бытие, в котором просвечивает сущность. Смотрите, вы что пишете. Понятие в объективном смысле – это такое понимание бытия. А понимание оно кем? То есть, если это некое понимание, это чье понимание? Ваше, мое, другого слушателя, какого-то еще человека, тогда ни о каком объективном смысле здесь речи не идет. Поэтому не надо вот такие псевдонаучные конструкции использовать. Просто понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность. Понятие есть отрицание сущности, а раз это отрицание сущности, то значит в этом отрицании удерживается сама сущность, а так как она отрицается, мы возвращаемся к бытию, и мы получаем то самое бытие, через которое просвечивает сущность. Так, идем дальше. Алексей Владимирович Крашенинников. Идея истины. Истина есть соответствие понятия объекту и соответствие объекта понятию. Я с вами здесь абсолютно согласен. Только какое это отношение имеет к идее истины? Идея этой истины в чем заключается? А идея истины заключается в том, что вам нужно раскрыть. Естественно, что вам нужно понимать, что такое истина. Но идея истины – это целеполагание к тому, чтобы отразить мир истинно. То есть выразить понятие таким образом, чтобы оно соответствовало объекту. А потом, чтобы в соответствии объекта понятию привести объект в соответствие с понятием – это уже идея блага. Так что здесь вы отвечаете немножко на другой вопрос. Виктор Владимирович Кунин. Идея истины. Идея – это такая мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. А истина – это соответствие понятия объекту. Ну, все правильно. Так а идея – это истина. Что такое? Александр Лисов. Истина – это тождественность объекта понятию. Тождественность объекта понятию. Значит, у нас тождественное тождество и источник только как тождество различного. То есть это тождественность чего и чего. Истина – это тождественность объекта понятию. То есть она тождественность и различается от понятия. Здесь не очень правильно вы, мне кажется, сформулировали. Но вопрос-то у вас заключается не в том, чтобы ответить на вопрос. Не в вопрос в том, что речь идет об истине. Вам нужно говорить, что такое идея истины. Сейчас мы посмотрим. Я уточню, что вопрос именно так стоял. Сейчас. Да, пятый вопрос – это идея истины. Вы должны говорить именно об идее истины, а не об истине вообще. Если бы об истине вообще речи вас не спрашивают. Про истину вообще мы бы вообще говорили на самом первом занятии, по-моему. Павел Попов. Идея истины – единство отражения мира и его преобразования. Вы тут перепутали. Это не идея истины, а абсолютная идея. Сергей Соколов. Идея истины – правильное отражение мира в соответствии с идеей. С какой идеей? Мы говорим о том, что нам нужно определить, что такое идея истины. А вы говорите, что это правильное отражение мира в соответствии с идеей. Ну, здесь сложно что-либо сказать по этому поводу. Дмитрий Владимирович Ильиних. Понятие, как снятое бытие, через которое просвечивает сущность. Сфера сущности является снятие, отрицание с удержанием. Сфера бытия. Тоже вы тут сферы снимаете почему-то, а не саму сущность. Поэтому бытие проявляется в таких категориях сферы сущности, как явление и существование. Ну, не только в нем. Бытие просвечивает, начиная, на самом деле, с основания уже. И потом оно просвечивает все больше и больше. Таким образом получаем отрицание. Затем категории субстанция, а затем категории субстанция происходит снятие сферы сущности. А, в категориях явления и существования, а затем в категории субстанция. Ну да, действительно, бытие проявляется в этих категориях и происходит снятие сферы сущности. Да, в общем, вы правильную мысль проводите, но сформулировали ее не очень точно. Юлия Павловна Сухарева. Сфера сущности – это снятие сферы бытия. То же самое, сферы вы снимаете. Юрий Иванович Ткатюк. Есть поставленная цель, соответствует полученному результату, идея является истиной. Это утверждение неверно. Если я поставил цель, например, или кто-то поставил цель, например, установить фашизм в Российской Федерации. И у него это получилось. Вот крупный капитал американский решил установить фашизм в Российской Федерации. И у него это получилось. Была поставлена цель. Она соответствует полученному результату. Значит, идея является истиной. Так, что ли, получается? Я думаю, что это неправильное утверждение. И здесь надо совершенно аккуратно. Если есть цель, и есть просто целеполагание какое-то, и есть результат даже, то это не значит, что цель соответствует истине. Для правильного отражения действительности возникает идея познания. Не для правильного отражения действительности, а для истинного отражения действительности. Потому что правильное отражение действительности, как мы уже много раз говорили, это одностороннее отражение действительности. Правильность – это одна сторона в противоречии. А вам нужно истинное отражение действительности. То есть вам нужно все противоречие взять для того, чтобы отразить действительность. Александр Александрович Шефер Истина есть единство противоположностей Субъективного и объективного Абстрактного и конкретного Относительное истинно-достоверное знание О предметах формы бытия, идеи Тогда как абсолютное истинно-достоверное И непровержимое знание о сущности Объективной идеи и объективного духа Я думаю, что вы здесь Списали с какого-то словаря Потому что опять у вас Единство противоположностей Субъективного и объективного Абстрактного и конкретного Все смешалось А что такое истина Мы много раз говорили Истина – это соответствие понятия объекту И объекта понятия Дальше вы пишете об абсолютной идее И я так понимаю, что Тоже берете где-то из словаря Абсолютная идея Идея, выражающая полноту всего сущего Ну хорошо Это пока просто слова То есть никакого содержания В данном высказывании нет Абсолютная идея Существуя до природы и общества Проходит три ступени Логику, природу и дух С добрым утром Это Бог Значит, если что-то существует До природы и общества Поскольку природа под природой Мы понимаем вообще все материальное Значит, есть некое абсолютное Дейник и абсолют Которое существует до природы и общества Проходит три ступени Пускай там ваши три ступени Логику, природу и дух Это Бог и есть Или абсолют Абсолютный Это объективный идеализм В логике создает Сеть философских категорий В природе создает механизм Химизм, организм То есть, вот этот Боженька, он начинает действовать Вот создается сеть Философских категорий Причем они рядом положены у вас Я хочу заметить Значит Эта абсолютная идея Создала Категории Рядом Философские К ним Создала природу Механизм Химизм и организм И потом как-то соединила их Видимо То есть, у вас Вот Чисто Такая идеалистическая картина Мира Она противоречит Марксизму То есть, вы можете Стоять на такой позиции Как вы много раз говорили И опровергнуть эту позицию Логическим образом Никто не сможет Если вы, так сказать Опираетесь на некий абсолют Но Из этой позиции Философской Будут следовать Определенные выводы В частности Сегодня вывод такой Вот В соответствии с Философским направлением Объективный идеализм Он Этот вывод выражен В Идеях Такого персонажа Как Фукуяма О конце Истории То есть, история закончилась Она развилась До самого До высшей своей Фазы капиталистической Ничего лучше нельзя Все Абсолютная идея Реализовала себя В этом Капитализме И история закончилась Вот и все Это вот как раз Соответствует тому Что вы здесь тут Понаписали Марксизму Это противоречит Так Ну, собственно говоря Это все Ответы Которые Которые я хотел Прокомментировать Давайте мы Перейдем К Возможно Есть какие-то вопросы У слушателей В онлайне Если эти вопросы Есть Вопросы Можно задавать Сейчас По любым тематикам Как раз У нас есть время На то Чтобы ответить На эти вопросы Или мы можем Сделать перерыв И дать Слушателям Возможность Вопросы Сформулировать Уважаемый Отменяем Следующее Задача На самом деле Заключается Не в том Чтобы Всеми правдами И неправдами Проверили Проверили Вашу работу Задача Заключается В том Чтобы вы Эту работу Первое Написали Второе Могли Сами Или при помощи Преподавателя Ну в том Виде В котором Эта помощь Здесь присутствует Разобраться В том Что у вас Было Неверно Что это значит Товарищ Дегтярев Я уверен На своем Семинаре Разбирал Все ответы Все вопросы И Точно Абсолютно Ваши ошибки Он каким-то образом Разобрал Поэтому вы можете Определить Какие у вас Ошибки были А то Что вам там Поставят Зачет Чисто формально Ну Об этом Мы можем Действительно Попросить Товарища Дегтярева Но еще раз Вы Зажимаетесь В рамках В рамки Некого формализма Хотя При обучении Это важно Но наша Основная задача Заключается В том Чтобы Вы Смогли И были готовы Изложить Свои мысли Письменно И Готовы В этих мыслях Разобраться Спустя некоторое Время То есть Отрефлексировать То что вы написали Путем Прослушивания Семинарского занятия И если вы С этой задачей Справились То В общем-то Задача Преподавателей И ваша задача Решена Вне зависимости От того Поставили вам Зачет Или не поставили Следующий вопрос Так Гегель Использует Слово Спекулятивное Что он Отначает Да Использует Он такое Слово Сейчас Я постараюсь Вспомнить Значит Скорее всего Если мне не изменяет Память Под Спекулятивный Он понимает То что Когда он говорит Про спекулятивное Он понимает Одностороннюю В том числе То есть Когда рассматривается Одна сторона Противоречия И Из нее Пытаются делать Какие-то выводы Тогда он говорит О спекулятивном Но Может быть Я здесь Немножко Ошибаюсь Вопрос От Зимна По поводу Определения Определения Насчет слова Сущного Сущного В фразе Сущностно Единое С другим моментом Это нечто Почему В рассмотрении Категории Сферы бытия Используется Кермин Сущностно Хотя он Раскладывается В следующей книге Нет ли здесь Методологической Ошибки Да Здесь Действительно Это хорошо Вы подметили Действительно Когда мы говорим Про определение Речь идет О Сущностном Единстве Двух моментов Данного Нечта Да То есть Еще раз Определение Есть качество Которое Есть в себе В простом Нечто И сущностно Находится В единстве С другим Моментом Этого Нечта С в нем Бытием Да Здесь Гегель Апеллирует К учению О сущности Но Как бы Воспринимать Это на нас Следующим Образом Воспринимать Это на нас Следующим Образом Что Значит Есть некие слова Да Вот в самом начале Когда мы говорим Скажем О чистом Бытии Да Все равно Нужно Какие-то слова Использовать Можно сказать Но эти слова Еще не Определены Но вот Есть некие слова Которые Гегель Выстраивая Свою Логику Свою систему Категорий Он заимствует Из будущего Вот такой Эффект есть И в данном Случае Вы правильно Заметили Что он Присутствует Но Методологической Ошибки В этом Нет Все Все Он же пишет Что А на слово Внутреннее Можно Наленеть Нет Нельзя Нельзя Это он же пишет Прошу Так И вопрос Спекулятивный Как же используется Когда слово Не выведено Из простого А поставлено Как удобно Это правда Ну Смотрите Можно говорить Что Когда речь идет Об Значит Действительно Если мы говорим Об абсолюте Да Каком-то Ну или вот Когда мы берем Что-то За Абсолют То есть Без Содержа Без Связи С предыдущим Да Как абсолют Или как Гегель говорит Еще о Положенном Да Вот положенное То Тогда Можно говорить О спекулятивности Действительно Если вы У вас Никакой 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 связи С предыдущими Рассуждениями Нет Да Тогда Ну то есть Когда Вырывается Из системы Системы знаний Вырываются Какие-то куски Из этих кусков Пытаются Слепить Какой-то Такой Суррогат Тогда Можно говорить О спекулятивной Логике В том числе У Гегеля У Гегеля Или нет Не правильно Гегель Потребляет Такие слова Как Предложение Предположение Положение И положенность Как их понимаете И что это означает Ну значит Положенное Это вот То что Взятое Как Перед нами Перед нашим взором Находящееся И Подлежащее Рассмотрению И взятое Без Без предыдущего Рассмотрения Ну вот Возьмем Положенное Вот такое Такую категорию А все остальные Ну то что То что Гегель использует Это слова Просто слова Что там Разъяснять слова Ну как бы Вот они означают То что означают Не все слова Можно определить Вот как бы Объяснить Объясните Что такое Слово Для того чтобы Объяснить Что такое слово Мне нужны слова Ну и соответственно Есть некие Категории Некоторые слова Которые Про них сказать Дать им Какое-то определение Невозможно Давайте сделаем перерыв И товарищи И товарищи Могут задать Еще раз Сегодня мы можем Ответить на любые Вопросы По тому Что происходит У нас В Вокруг нас Сегодня Вчера И Вообще Что происходит Да Чтобы Товарищи Могли Знали Как отвечать На какие-то вопросы Более сложные Чем может быть То что мы сейчас Рассматриваем Перерыв Продолжаем Ответы на вопросы Да Вопрос от Леонида Рефлексия Можно они Подробнее Позже Рефлексия Только Рефлексия Значит Да Рефлексия Это такая Категория Которая В общем-то Вызывает Некоторые Сложности И Тут Конечно По нему Надо Во-первых Прочитать Просто Вот как Эта рефлексия Возникает Она возникает Из так называемых Рефлективных Определений Эти рефлективные Определения Возникают Вот почему В сфере Сущности Когда мы находимся Когда мы изучаем Сферу сущности Какую бы Категорию Мы взяли Не взяли Мы берем ее Как бытие Но вот если Я беру какую-то Категорию Начинаю рассматривать Эту категорию То я беру ее Как бытие Соответственно А если Я понимаю Что я Нахожусь В сфере Сущности Значит Мне нужно Всякое бытие Отрицать Мне тут же Эту категорию Взять надо С отрицанием Только тогда Я буду Говорить о сущности И вот эти Парные категории То есть Категория Первая Которая Выступает Как бытие Да И вторая Это ее отрицание Это называется Рефлективные Определения Они Рефлективные В смысле Отраженные Они выражают Все одно и то же Да Но Одна Как бы категория Из Как будто бы Взято Как бытие А вторая Категория Взято С отрицанием И в этом смысле Возникают Эти рефлективные Определения В сфере Сущности Вопрос Почему Любая аналогия Ложна Значит Ну это же Высказывание Просто такое Есть Любая Аналогия Ложна Вообще говоря Гегель Говорит по-другому Метод Рассуждения Самый худший Метод Рассуждения Это метод Рассуждения По аналогии Потому что Когда мы Рассуждаем По аналогии Мы Рассуждаем Не конкретно Для того Чтобы рассуждать О неком предмете Мы просто Связываем его С чем-то Например С тем Что происходило В прошлом Вот сейчас Кстати Применительно К сегодняшнему Дню Товарищи Так называемые Левые Ну все Рассуждают По аналогии Практически Без исключения То есть Никто Не выводит Какое-то Какое-то Основание Теоретическое К тому Что происходит На данный момент А говорят Это то же самое Что и В 14 Году Это то же самое Что и В 41 Году Это то же самое Что и В 45 Году Это то же самое Что в таком-то Году В секом-то Году Это то же самое Что В Сирии В Ливии И так далее То есть Рассуждение По аналогии Никакого Понимания И глубинного Вскрытия Тех противоречий Которые есть На данный момент В конкретной Ситуации Нету Вот Типичное Рассуждение По аналогии И такое Рассуждение Самый Худший Вид Самый Худший Вид Рассуждений В этом смысле Конечно Аналогии Ложны Вопрос от Андрея Что вам надо Предложить РФ В качестве Идеи Денационализации На Украине Когда в РФ Снимают Фильмы Типа Штрамбат И Солженицына Изучают В школе В РФ С идеей Все плохо Значит В РФ С идеологией В Российской Федерации У нас С идеологией Все плохо Потому что У нас была Идеология Марксизма На протяжении Достаточно Длительного времени Потом эту идеологию Уничтожили И как бы Общество Как будто бы Деидеологизировали То есть Сказали что Нет у нас Никакой идеологии Как будто бы Но на самом деле Если мы У нас идеология Откуда она возникает Она возникает Из материального Производства Из бытия Общественного Если общественное Бытие Капитализм То идеология Она как-то Все связана С В основном С Обогащением Ну и в этом смысле Там была принята В 90-е годы Идеология Обогащайтесь Это вот была Там Можно сказать Что это была Официальная идеология Российской Федерации Сейчас Эта идеология Обогащения Бесконечного Она привела К тем противоречиям К которым И должна была привести Потому что Ну Развитие капитализма Оно Изучено В общем-то И приводит К понятным Достаточно Противоречиям Поэтому В данной Ситуации С идеологией У нас На государственном Уровне Все плохо Но кто нам Мешает Считать Что следующей Идеологией Будет Марксизм Ленинизм Мы можем Так сказать Так считать И вот Для этого И эту идеологию Изучаем Вопрос От товарища Человечество Можно отнести К дурной бесконечности? Нет Человечество Нельзя Отнести К дурной бесконечности Потому что Человечество Бесконечно И вечно Именно В смысле Бесконечного То есть Человечество Это бесконечное А Конечное Это момент Внутри Этого бесконечного То есть Каждый человек Это он Конечен Он момент Всего человечества которая бесконечна и вечно. Бесконечность тут понимается, естественно, в том смысле, что если конкретная форма высшей формы материи, которая развилась на Земле, она может быть уничтожена, естественно. Ну, так сказать, такое может произойти. Но дальше, если материя будет развиваться по тем объективным законам, которые ей имманентны, то появится другая высшая форма материи, которая будет, как бы, можно назвать тоже человечеством. И в этом смысле человечество бесконечно. А конечным является момент в этом бесконечном каждый конкретный человек. Он конечен, он смерть, во-первых, мы все смертные, но мы являемся моментом вот этого движения, бесконечного движения всего человечества. Поэтому человечество – это не дурная бесконечность, это как раз бесконечность самое, что ни на есть диалектическое. Как сторонники тезиса, что пролетарий это программисты и тому подобное его выводят? Похоже на утопию, где нет необходимости в физическом труде. Как эти люди должны привести общество к советской власти? Эти товарищи, которые пытаются вывести это, они как раз занимаются тем самым спекулятивным мышлением. Они пытаются схватить какой-то один момент и из него пытаются что-то вывести. Для того, чтобы показать, что непроизводительный труд производит стоимость или еще что-то, какие-то противоречащие марксизму вещи, нужно взять и построить целостную систему категорий и движений между ними. В марксизме такая система экономических категорий построена в капитале. И поэтому вырвать там что-то одно и попытаться из этого вырванного отбросить все, что было до этого, отбросить вообще, что речь шла в самом начале о товаре и пытаться выводить что-то там еще, это не научно и не соответствует методу. Марксистскому, по крайней мере. А вот методу такому спекулятивному, да, как раз соответствует. Ну а как там товарищи эти выводят, как они только не изгаляются. Разные у них есть способы. Вопрос от Ивана Редина. Сегодня наиболее актуальным становится вопрос перехода в плановую экономику в Россию. Предпринимает ли Рабочая партия России активные действия в этом направлении? Какие решения нужны для государства? Значит, смотрите, когда мы говорим про плановую экономику, так называемую, да, вообще говоря, переход к плановой экономике, дорогие товарищи, он, так так говоря, случился уже достаточно давно. Потому что, когда мы говорим об империализме и об господстве монополии, вот Ленин в своей работе империализм как высшая стадия капитализма говорит, что рынок уже подорван. То есть, вот эта стихия рынка, она подорвана уже при империализме. При империализме имеет место плановое хозяйствование в рамках крупных монополий. Еще эта стихия рынка как-то каким-то образом работает, когда монополии пытаются взаимодействовать друг с другом, но внутри монополии уже плановое хозяйствование. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно ввести плановое хозяйствование сегодня в Российской Федерации, это не что-то новое. Любые крупные монополии, возьмите тех же самых этих, вот, этих всеми любимых программистов, возьмите крупные компании Microsoft, Intel, Apple, там, не знаю, Broadcom, Qualcomm, Samsung. Если вы посмотрите внутрь этой компании, они запланированы так, там они все знают, когда они будут производить, сколько они будут производить, по какой цене они будут производить и так далее, и так далее. У них уже давно внутри экономика плановая. И поэтому это не какая-то новость. Соответственно, нам нужно в условиях Российской Федерации сегодняшней, в условиях того внешнего окружения, которое имеется для Российской Федерации, нашим гражданам-капиталистам необходимо действовать в соответствии с планом. У них должен быть какой-то план. Они не могут увязать это на уровне всей промышленности. У них это не получается. Мы видим, что они, так сказать, поскольку они раздираемы этими противоречиями, то есть они вроде как пытаются вернуться назад в историю, связанную с рынком свободной конкуренции, хотя действительность им говорит о том, что уже давно наступила монополистическая стадия. Они вот в этом противоречии, разрываемые эти противоречиями, и нормального плана они создать, очевидно, не смогут. Сколько бы их ни уговаривал один из неплохих их идеологов, господин Хазин. Вот он все время говорит, что надо вот все запланировать и расписать план по всей промышленности. В целом он говорит правильно. Но противоречия, действительные противоречия в жизни таковы, что они этого полностью никогда сделать не смогут. Это можно будет делать только при условии наступления диктатуры пролетариата и установления социалистического хозяйствования. Будет тогда социалистический план, социалистическое планирование, и все отрасли народного хозяйства будут в этот план в единой, увязаны. Тогда это можно будет сделать. А действительно, в каких-то секторах и сейчас, и нужно, и необходимо обязательно нашим господам капиталистам какое-то планирование производить. Но сегодня вот эта новость, которая прямо тут несколько часов назад пришла о том, что Владимир Владимирович Путин предложил, не предложил, а указал на то, что нужно торговать газом российским. И, по всей видимости, речь идет не только о газе, а обо всем экспорте за российские рубли. Это, я думаю, что это вот такое движение в направлении плана. Хорошее движение. То есть, делается что-то, делается, но не надо ожидать от господ капиталистов, что некоторые граждане левые усиленно делают, ожидать того, что господа капиталисты вам построят коммунизм. Господа капиталисты коммунизм вам никогда не построят. Это задача рабочего класса и коммунистической партии. А некоторые товарищи думают, что нужно создать такую мощную коммунистическую партию, которая сможет таки заставить Владимира Владимировича построить им коммунизм. Вот очень многие товарищи на такой позиции стоят. Вопрос от Иванова. А правда, что Тукуямов на конце передумал и отказался от своих идей? Ну, он видит, что это как-то не очень соответствует действительному развитию мира. Но отказался, да, потом. Ну, нас в данном случае, вообще нас в целом и меня конкретно не интересует личность самого Фукуямы. Он выражает ведь просто какие-то идеи, да? И мы анализируем не личность, а идеи. Потом эта личность могла там, он как личность мог отказаться от чего-то, еще что-то. Но его идея, вот эта, о конце истории, она была, так сказать, повешена на щит многими либеральными пропагандистами в свое время. И как бы этим самым доказывали, что ну все, уж конец истории наступил и наступила эра счастья капиталистического. Но как-то капиталистическое счастье не пришло, как мы видим. Или пришло далеко не всем, по крайней мере. Вопрос от Владимира Зимина. Почему такое значительное число ученых, позитивисты, по философским взглядам? Значит, здесь сказать сложно. Но я думаю, что имеет место такой, что называется, профессиональный кретинизм. То есть, граждане ученые очень хорошо разбираются в своей области, а в таких, так сказать, в области чуть шаг влево, чуть шаг вправо, они уже разбираются относительно плохо. А, скажем, к философии относятся многие граждане сегодня вообще, как к такой, к блатологии. Это прямо вы можете послушать каких-нибудь современных, так называемых, популяризаторов науки, вроде Панчина, еще кого-нибудь. К эти граждане, они так относятся. И когда они ступают в шаг немножко из своей области, в которой они, безусловно, хорошо разбираются, немножко шаг вбок, но такое они несут. Такую ахинею, что, в общем-то, человеку, который немножко понимает основы философского мышления, понятно, что к действительности их рассуждения никакого отношения не имеют. Ну и, значит, тот, кто не изучает систематически и не понимает философских оснований, тот делает вот такие ошибки крупные. То есть, в небольшом своем кусочке все правильно, чуть вышел, сразу же ошибка на ошибке, и ошибки подгоняет. Вопрос от товарища Панад. Есть базис и настройка. Базисом являются производственные отношения. Можно об этих отношениях поговорить? Значит, производственные отношения, они заключаются в отношениях по поводу производства. Ну, значит, какие отношения существуют в обществе, как общество производит. То есть, какое отношение в производстве господствует. Если мы говорим о капитализме, то основное господствующее отношение – это отношение купли-продажи рабочей силы. То есть господствует вот это отношение. И из этих отношений выводятся все другие настроечные элементы. Я тут как-то не очень понимаю, что еще можно сказать. Вопрос от Павла Павла Павла. Есть ли сейчас продвижки в создании профсоюзов и предприятиях? Заключались ли недавно какие-то сильные коррективные договора? Значит, подвижки есть. Во-первых, для того, чтобы понять, какие подвижки, я бы рекомендовал посмотреть записи заседаний Российского комитета рабочих, где собираются наиболее прогрессивные рабочие и работники, которые продвигают прогрессивные коллективные договора. Ну, по крайней мере, которые их составляют. Потому что, если у вас прогрессивный коллективный договор не составлен, то и продвигать вам нечего. Как, в общем-то, достаточно очевидно. Значит, из последних успехов я слышал об успехах в медиков. Был заключен договор. Наш товарищ Бобинов об этом докладывал. Был заключен коллективный договор. Это один из последних успехов, которого добились, как я понимаю, путем угрозы забастовки. То, что успехов мало, это не говорит о том, что их не будет. Нам надо, товарищи дорогие, работать в направлении образъяснять необходимость составления этих прогрессивных коллективных договоров. Разъяснять, что это основание, из которого следует вообще любая борьба на предприятии. Ну и этим надо заниматься. И, по крайней мере, пропагандировать регулярно. Чем мы и заняты. Вопрос от Ивана Ребина. Если отключат Ютуб, как будем проводить обучение заложников? Если отключат Ютуб, то мы... Что такое, во-первых, что такое, товарищи дорогие, отключат Ютуб? Я вот не очень понимаю. Как вам могут отключить в современных реалиях Ютуб? Что значит? Вам запретят ходить на Ютуб. Ну, если вы, так сказать, хоть немножко владеете этим техникой, то вы поставите VPN и будете ходить в Ютуб и во все остальные закрытые программы. При этом наше, значит, буржуазное правительство понимает, чем вы будете заниматься. Если вы так думаете, что они не знают, что там существуют VPN, и они прямо подчеркивают, что вот они запретили эту мету, да, Facebook бывший, значит, они определили мету как экстремистскую организацию. Соответственно, они ее запретили, но прямо подчеркнули, что те, кто используют ресурсы меты при помощи VPN, они не нарушают никакого закона. Так что, вам прямо говорят, как все это обходить. Как-нибудь разберемся. Вопрос от Александра Лукавенкова. Был ли фашизм в Испании в 1935-1975-х годах? Если да, то был ли он испанским или итало-германским? Если итало-германским, почему нищие 42-е годы? Если испанским, то где финансовый капитал? Да. Значит, я думаю, что господствовал, конечно, там в основном немецкий капитал, и, значит, в Италии, речь идет про Италию, да, там господствовал итальянский капитал, да, там был итальянский фашизм. Но он, я думаю, что он достаточно, я этот вопрос глубоко не изучал, он достаточно серьезно был связан с немецким капиталом. То есть, это вряд ли был такой, вот, капитал итальянский висел в воздухе. Конечно, какие-то связи были немецкого и итальянского капитала, которые работали совместно. Вот. А уничтожили, что там, вопрос, уничтожали? Происпас, был ли фашизм в Испании в 39-85-е годы? Если так, то был ли он испанским или итало-германским? Если итало-германским, почему он исчезает 45-м? Если испанским, то где финансовый капитал? А почему он был должен был исчезнуть в 45-м, я не очень понимаю. Ну, имеется в виду, что в 45-м проиграла Италия, Германия, нечего на официально проиграла, а Испания, судя, как не участвовала в войне, имеется в виду, что в режиме Франка было с 45-го года, что он был не талант германским, а испанским? Я бы сказал, что режим Франка уже поддерживался активно в Соединённых Штатах Америки. То есть это уже какая-то форма такого фашизма на экспорт, который использовал американский уже капитал, который по результатам Второй мировой войны усилился и стал господствующим. Вопрос здесь сложный, нужно изучать этот вопрос. Так вот сходу я ответить не могу. Вопрос от Владимира Зимина. По поводу азиатского способа производства. Что это? Гибридового владения или феодолизма? Или что? Ну азиатский способ производства, когда Марс говорит под азиатским способом производства, речь идет о том, что в Азии, в азиатской культуре производство риса, оно является таким базовым. И для того, чтобы этот рис производить, нужно делать определенные операции достаточно организованно. Ну и вот все, что связано с этой организацией по выращиванию риса, понимается под азиатским способом производства. Больше здесь ничего особого нет. В этом такого большого содержания, в этом азиатском способе производства нет. Вопрос от Юрия Качука. Есть ли вероятность, что военная операция на Украине может привести к еще большей русофобии и нацификации населения Украины? Если нет, то почему? Значит, военная операция на Украине может привести к еще большей русофобии и нацификации населения Украины. Еще больше русофобии и нацификации населения Украины, я думаю, что она привести не может. Но при этом, конечно, в целом видно, что сейчас, хотя эта операция является необходимостью для сегодняшней Российской Федерации, ее надо было бы раньше производить, но как собрались. Видно, что в целом это такое большое поражение для двух народов, для российского и украинского народа. Потому что на территории, на которой строился Советский Союз, которая входила в состав Советского Союза, происходят военные действия и стреляют оружие. Но при этом, естественно, поскольку борьба идет с американским фашизмом на экспорт, и этому американскому фашизму на экспорт, его там победить-то нельзя. Ему можно поставить там предел. Вот предел можно поставить, что дальше Украины этот фашизм не распространяется. Вот так можно сделать. Как это сделано было и в Сирии. Что когда Сирию более-менее стабилизировали, что американский фашизм на экспорт был побежден? Да нет, он не был побежден. Он просто начал проявляться в других странах, в том числе и на Украине. Поэтому на Украине будет поставлен предел вот этому распространению американского фашизма на экспорт. Будет произведена так или иначе деноцификация. В том смысле, что вот эта зоологическая ненависть по принципу наций будет преодолена каким-то образом. Каким конкретным образом это будет преодолевать, сказать сейчас мне сложно. Но какой-то план, скорее всего, у буржуазной России имеется по этому поводу. И говорить о том, что это еще больше националистических настроений вызовет, здесь я бы не сказал. Почему? На каком основании? Оснований таких я не вижу. Будет ли КНР плавно социального развития для всего мира в ближайшие годы? Значит, КНР это достаточно крупная сегодня экономика. Ну как достаточно, это одна из крупнейших экономик мира. И это страна в социалистическое. То есть в ней еще не построят социализм, в ней идет переходный период. То есть борются различные тенденции, связанные с капиталистическим укладом и социалистическим укладом. И, естественно, сейчас с точки зрения возможности построения социализма, но вот КНР нам дает некий пример. Потому что в целом мы находимся в данном случае дальше от построения социализма, чем КНР. То есть нам есть чему у них в целом поучиться, наверное. Будет ли флагманом, флагманом там чего? Развития? Да, флагманом социального развития для всего мира. Ну, КНР показывает, да, всему миру, как можно развиваться в условиях построения социализма в Китае. Почему в КНР вместо марксизма и ленинизма говорят о кимсенеризме и кимченеризме? Я вот не слышал, чтобы там говорили о кимсенеризме и кимченеризме. Там есть так называемая идеология чучхе, в которую я глубоко не погружался и трактаты эти не читал. Но, как мне известно, КНР, в общем-то, не отказывалась от ленинизма никогда и не отказывалась от практики строительства социализма, введенной товарищем Сталином. Поэтому вот такая ситуация там. Может ли КНР переродиться в империалистическую страну при ее гемоне в мире? Значит, еще раз. Что такое империалистическая страна? Империалистическая страна, значит, во-первых, у нас есть две зоны сейчас в мире. Это зона, экономически относящаяся к империализму. И вторая часть мира – это социалистические страны, которых достаточно много. И даже есть одна страна, в которой социализм построен. Это как раз та самая КНР. Переродиться КНР может в том смысле, что в борьбе тех тенденций, которые там сейчас происходят, в борьбе между старым укладом и остатками, там сейчас они не остатки, это прямо целый уклад капиталистический. И социалистическим укладом идет борьба, и этот капиталистический уклад может победить и каким-то образом изменить и провести контрреволюцию, установить обратно парламентскую демократию в КНР. Ну и тогда КНР может развиваться по пути, которые относятся к движению капиталистической страны. Но чего нам об этом думать? Сейчас-то КНР находится совершенно в другой точке. И сказать сейчас, что КНР станет какой-то империалистической страной, совершенно нельзя. А, разрушенные города, смерть среди гражданского населения, плюс разжигание ненависти к агрессору через СМИ, к обоснованию о раздробленности народа Украины. Это вопрос был, который не будет ли это больше, плюс оформлено в Украине? Значит, дорогие товарищи, там разжигание ненависти и агрессия, и бомбежки, и убийство мирного населения идет 8 лет как. Вы почему-то, видимо, этого не замечали, что на Донбассе в ЛНР и ДНР постоянно убивают мирное население, постоянно происходит борьба с русскими, русским языком там и так далее. И там просветают вполне себе националистические настроения, которые имеют, естественно, часть украинского общества. Да, украинское общество там подготавливали к этому достаточно долго. И те 8 лет, которые прошли, там общество еще больше накачали этими националистическими настроениями. То есть сейчас там этих граждан, которые поддерживают национализм и нацизм в такой форме, в крайней форме, то есть в форме нацизма, конечно, больше, чем в 14-м году. Это правда. Но это как раз происходит потому, что долго ждали. Долго ждали. А когда, так сказать, началась уже эта спецоперация, у нее есть конкретные цели. Подавление и устранение американского фашизма на экспорт на этой территории. Недопустение, значит, распространения, дальнейшего распространения баз НАТО у российских границ и денацификация. Вот эти цели поставлены. Как уж они будут решены, ну, посмотрим. Мы, в данном случае, как коммунисты, в общем-то, и вот некоторые товарищи говорят, поддерживаете ли вы правительство Российской Федерации. Мы правительство Российской Федерации не поддерживаем, вообще-то говоря. Как коммунисты могут поддерживать правительство Российской Федерации, буржуазное? Мы поддерживаем некоторые действия, которые это правительство делает, потому что эти действия могут быть прогрессивными. Даже при условиях буржуазного правительства действия могут быть прогрессивными. И эти действия, естественно, нужно поддерживать. Вот действия по денацификации и борьбе с американским фашизмом на экспорт мы поддерживаем. А правительство поддержать каким-то образом, мы батальоны туда не посылаем, участвовать в этой спецоперации. В общем-то, как-то буржуазное правительство обходится и без батальонов трудящихся и рабочих. А рабочим нужно озаботиться в основном и трудящимся, и пропагандистам. Нужно озаботиться тем, что поскольку вся эта история, естественно, серьезнейшим образом ударит по экономике Российской Федерации, все издержки будут переложены на трудящихся. Вот это абсолютно точно. Все будет переложено на трудящихся. Поэтому единственное спасение Российской Федерации, которое действительно существует, это борьба рабочего класса. Вот когда рабочий класс, когда и если рабочий класс начнет борьбу, бороться за улучшение условий труда, за улучшение жизни, вот тогда у Российской Федерации действительно появится шанс на что-то. А то, что происходит необходимая военная операция, специальная операция на Украине, ну, это необходимость, но она не спасет буржуазную Россию от всех проблем. Даже при условии абсолютно успешного окончания, которое не просматривается пока. Все, вопросов больше нет. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok